Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства граждан. Она позволяет гражданам и индивидуальным предпринимателям стать банкротом без участия суда и финансового управляющего. Бесплатно, через МФЦ. Изменения предусматривают, что внесудебное банкротство физлиц будет распространяться и на граждан, у которых основной источник доходов это государственная пенсия или социальное пособие. Или и то и другое вместе. В том числе пособия по беременности и родам. Мера касается и тех, кто получает ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Также инициировать банкротство смогут граждане, в отношениях которых исполнение исполнительных документов длится более одного года и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание. Или если без особых условий, исполнение исполнительных документов длится более семи лет. Изменения коснулись и сумм долга, но все подробности узнаем у нашей гости в студии Велина Крафт, юрист. Доброе утро. Велина Анатольевна, вот есть момент, была сумма 500 тысяч рублей, с которой начиналась максимальная сумма, с которой начинались все дела по банкротству, и минимальная была сумма. Вот здесь что-то поменялось? Вы знаете, давайте немножечко отступим от момента. Еще ничего не поменялось. Озвучено было предложение Минэкономразвития, гипотетически. Да, ну, кстати, не первое в этом году, и Минэкономразвития второй раз предлагает, и Верховный суд еще в феврале предлагал изменения. И готовится, или должен готовиться законопроект. Пока на рассмотрение в Госдуму никакого законопроекта не предложено. Поэтому в каком изменении, в каком виде изменения дойдут до нас, с вами, гражданами, еще неизвестно. Но предлагается расширить финансовый коридор, сейчас это с 50 до 500 тысяч, а предлагается с 25 до миллиона. То есть, вот получается, 25 и миллион, это две отсечки, которые зачем и для чего? Да. С 25 тысяч гражданин может во внесудебном порядке вступить в процедуру банкротства и быть признан банкротством. У него есть такое право. А с миллиона он обязан. Уже обязан. Ну, так же, как и сейчас. От 50 до 500. 50 и 500. Причем, вот, чтобы люди понимали, которые нас смотрят, вот это 500 тысяч сумма задолженности, я сталкивался с ситуацией, причем среди знакомых, когда они думали о том, что, ну, вот, небольшая, например, просрочка, да, там, ну, там, они считали 2-3 месяца в банке по платежу по кредиту, ну, сколько там накопилось там пеня, ну, тысяч 7. А банк считает полную сумму долга, и люди, не зная того, ведь, получается, банк же тоже может подать на банкротство, люди сами, не зная того, через пару месяцев узнают, что на них уже заведено дело о банкротстве. То есть вот эта общая сумма долга считается, правильно? Да, общая сумма долга. Какие еще изменения могут произойти? Вы правильно упомянули, что здесь изменения, видимо, вероятнее всего, коснутся исполнительного производства. На сегодняшний день вопрос с исполнительным производством существенно усложняет процедуру внесудебного банкротства. Почему? Потому что от должника не зависят действия кредитора, а именно кредитор должен пойти в суд, получить решение суда о принудительном взыскании долга, прийти к приставу-исполнителю, открыть исполнительное производство, оно должно быть закрытое по единственному основанию, это отсутствие имущества для взыскания в счет уплаты долга. Производство закрывается, исполнительное сведение в реестр вносит, и только тогда должник имеет возможность прийти в МФЦ и начать процедуру, ну, собственно, подачи документов и, возможно, процедуру банкротства. К сожалению, здесь вот эти нюансы осложняют жизнь должников, потому что, первое, действие действительно от должника не зависит. Второе, исполнительное производство может быть закрыто по другим основаниям. Или закрыто, но на следующий же день, условно говоря, кредитор может заново подать исполнительный лист, и делать это, кстати, неоднократно, вот, и срок, суммарный срок исполнительного производства может длиться крайне долго. На сегодняшний день вот те, которые изменения предлагаются, они действительно упростят. То есть если процедура, значит, запущена, кредитор пришел, получил решение суда, открыл исполнительное производство, она идет год и чуть более, уже можно подавать при открытом исполнительном производстве. А вот если, например, говорится о том, что может не быть финансового управляющего, да? А как тогда происходит все? Ну, потому что мы понимаем, привыкли к тому, что вот есть финансовый управляющий человек, который ищет все твои имущества, все твои долги, компилирует это как-то в одну общую массу, да? А как без него? Вот небольшая схема, чтобы было понятно. Как проходит процедура внесудебного банкротства? Человек приходит в МФЦ, подает заявление, указывает сведения, они, скажем, не расширены, в сведениях он указывает кредиторов и сумму долга. Вот именно по этим кредиторам и по этому долгу и будет проводиться процедура банкротства. В течение трех дней МФЦ проверяет документы, вносит сведения в реестр, и начинается процедура банкротства. Она длится шесть месяцев, то есть, если у человека нет дохода никакого, нет имущества, сведения проверены и не поступило никаких изменений, не улучшилось, он не нашел работу, не получил там имущество какое-то в счет уплаты долга, которое можно было бы предъявить. В течение полугода это все длится проверка, и через полгода выносится решение о банкротстве. Это бесплатная процедура, кстати, для каждого. Это бесплатная процедура, но опять-таки я начинаю немного путаться, я хочу, чтобы понять, вот я, например, такой вот безответственный человек, у меня есть, например, машина-квартира, 10 кредитов, но я прихожу в МФЦ и говорю, что у меня ни того, ни другого, а кредитов вообще два. И вот по этим двум кредитам объявить себя хочу банкротом, ну то есть указывают заведомо недостоверную информацию, и что проверять не будут? Будут проверять. Более того, будут проверять, есть ли у вас имущество на вас записанное, не проводились ли сделки с имуществом, вдруг его продали. И если выявится, что вы совершили, предоставили некорректные сведения, ложные сведения, и, то есть вы совершили, по сути, противоправное деяние. И посадят в тюрьму. Ну не посадят, тут может быть дело ограничено, не только административное наказание. Но в любом случае, если сведения предники недостоверны, банкротства вам не видать. Будь любезным, продолжай платить. Ну и правильно. Ну, в общем-то, надо понимать, что граждане должны действовать по закону, да. Правомерно. Спасибо большое. Если все-таки решил себя человек признать банкротом, какой алгоритм действий? Ну, во-первых, подумал. Да, первое, подумал. Три месяца просрочил, накопил сумму, долго попал в финансовый коридор, закрытое исполнительное производство, по основаниям нет имущества, приходит, подает документы, через три дня процедура банкротства, через полгода. В это время не может кредитоваться, должен предоставлять сведения все свои в течение пяти дней об изменениях, может быть, на работу устроился, имущество появилось. Признали банкротом через полгода, и дальше идут последствия. Сегодня на законодательном уровне, какие прописаны ограничения для людей, которые признаны банкротами? В течение, значит, через 10 лет, пока у нас не снизили срок, да, через 10 лет он может только повторно податься, в течение пяти лет должен предоставлять все сведения, что во время кредитования последующего, что он признавался банкротом, в течение пяти лет не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, три года не может учреждать или управлять юридическими лицами, и с пяти до десяти лет ограничение в управлении финансовыми организациями. А выезд за границу пока еще не закрыт? Нет, это только в судебном банкротстве и только по решению суда. Здесь не судебное, нет. Спасибо большое. В любом случае нужно помнить, когда принимаете решение о банкротстве, о своей финансовой несостоятельности, что это не каникулы, это не индульгенция. Подумайте тысячу раз перед тем, как это сделать. Потому что да, как нам любят звонить и говорить, что жизненные ситуации бывают разные. Подумайте. У нас в гостях была Эвелина Крафт, юрист.